И вот этот древний город, мы видим вдали начинается стена, крепостная, от крепости. И вот мы видим сейчас, как раз здесь фрагмент этой стены, флаги, через один, больше один государства Израиля, другие, наверное, флаги местного региона. Здесь, не могу вам сказать, скорее всего музей под эту крепость. Походим по археологическому парку, он называется Кейшарик. Вот этот город здесь был, Кейсарий, его построил царь Ирод Великий. От слова Кесарь, Кесарь, то есть император. В 30-м году до нашей эры римляне подарили это место, а здесь была небольшая деревня, Статоновая башня, она называлась Римляне, подарили это место царю Ироду Великому, а он решил построить здесь один из самых крупных портов мира. Друзья мои, где строят порты и как они строятся? Сначала находят естественный залив, его углубляют, расширяют, строят волнорез и получается порт. Вот если мы с вами посмотрим на береговую нашу полосу, Средиземноморскую, мы с вами там не увидим места естественных заливок, вообще. Вот это место не приспособлено, не приспособлено к строительству порта. Но он решил и был построен порт. Вообще, когда мы смотрим на то, что построили вся Ирода, они впечатлили, что он как бы бросал береговый вызов богу. Нельзя строить, он говорил, надо и строить. Римский город. Как римляне строили города, они строили их точно так же, как военные юберя. Они брали квадрат 100 на 100 метров, ориентированный север-юг. Вот я вам показываю реальную неправду, как север, как юг. 100 на 100 метров, 200 на 200 метров. В середине строили улицу, которая во всех случаях, во всех городах называлась одинаковая улица Кардо. Перпендикулярно строили посередине Декуманус. Пересечения были общественные здания и храмы. То есть самый-самый центр, друзья. Вот Кирок понастраивал сайт, да? Да, понастраивал. Нет, я говорю, если он так убивал 30 лет, почти как Сталин, но только он тут убивал сына, не менял на Фельмашева, а этот убивал своих. Скажем, сейчас я тебе выпалю, потому что он указал сразу же, жена, бог бога. Ну что, летом-то, она сразу... Искусство театра появляется в Греции примерно в 5-4 веках до нашей эры. Греции очень любили театр, очень любили своих актеров, почитали своих драматургов. Они ставили трагедии, ставили драмы, комедии. Римляне взяли этот вид искусства у греков, но они резко снизили уровень. Они ставили только ни трагедии, ни драмы, только мимы, пантомимы, причем очень низкого уровня. Они презирали своих актеров, презирали своих драматургов, потому что те получали за свою работу деньги, а это считалось очень низким трудом. Но зато они строили такие великолепные, мощные сооружения. Продолжение следует... Вот так на скобке ведутся древнего города. И вот на самом берегу тоже какой-то был амфитеатр. Во всяком случае, видно, где люди сидели. Вот какие-то зрелища были. Наверное, это был, скорее всего, ипподром. Похоже так, что вот по кругу вот так бегали, наверное, скачки были на колесницах. Видно древний водопровод, там колодцы вот были, какие-то ямы, сооружения. Вот. Ну, а вдали видим современные теплоэлектроцентральные, или РЕС. На буром угле, как говорили, подвозится бурый уголь. Там вот идет эстакада, где-то эстакада. Вот там подвозятся корабли, на корабля бурый уголь подводится, разружается. И на электростанцию, самая большая электростанция в Израиле. Без преувеличения можно сказать, что именно из этого города началось распространение христианства по всему миру. Город Акк. Потому что уже в конце первого века нашей эры в мире было, по оценкам, порядка 100 тысяч христиан. А через 200 лет, от 2,5 до 3 миллионов христиан, вы представляете, какой размах приобрело вот это движение. Апостола Павла арестовали в Иерусалиме, привезли сюда, хотели судить. Но он был потомственным римским гражданином, он потребовал, он имел на это право, чтобы его судили в Риме. Вот посмотрите, там площадка, табличка. Видите, он прямо перед нами. Археологи считают, что там был приторий, то есть приториум, место суда. То есть как минимум один раз он был там, апостол Павел. И когда он потребовал, чтобы его судили в Риме, его два года здесь продержались в тюрьме, примерно здесь где-то отправили в Рим, там он был суден, и там он был казнен. Первый нееврей, который становится христианином, друзья. До него все христиане были евреи. Это был 39-й год нашей эры. Сотник Корнелий, о нем написано в Новом Зависии. Он крестился, и после него, вот это движение язычников христианства приобрело огромный размер. Познайте, что это единственное место в мире, где был построен дворок Али. Это был огромный дворец, сто метров на 60, двухэтажное великолепное здание, друзья. Частично оно было вырублено в скале, а частично было построено вот из этих блоков, некоторые из которых мы с вами можем видеть. Это было огромное прямоугольное здание, в центре его был двор, а в центре двора вот этот бассейн, остатки которого мы с вами видим. То есть мы с вами присмотримся внимательно, мы увидим, что в центре бассейна есть маленький островок. И тут есть два мнения. Мы присчитаем, что на этом острове стояла великолепная статуя, которая радовала взор самого царя Ирода и его гостей, близких. А я тут присчитаю, что этот островок, это теребарная стойка, то есть здесь была гарная стойка. Подплывал сам Ирод, протягивал руку из воды, ему в руку вставляли бокал вина. Друзья мои, мы точно знаем, что он Ирод. Там в Массаде, там замечательный клюм, это очень сухой, там нашли остатки вина, пролежавшего 2000 лет. Друзья мои, это вино установили ученые, привозили ему из Южной Италии. А кроме этого, мы знаем, что он закусывал это вино, друзья мои. Это была рыжная подливка Гару, мы ее тоже, остатки ее нашли в Массаде. И эту подливку ему привозили из Южной Испании. Вот такие развалины, что-то было, древнее. Сейчас мы подойдем к табличке, что здесь написано, вы прочитаете. Может, лучше меня знаете. Иврит и арабский язык. Друзья, у ивреев есть вторая заповедь, которая гласит, не сотвори себе кумира. Из этого делается вывод, нельзя изображать того, кто находится на земле, нельзя изображать того, кто находится в воздухе и того, кто находится под водой. То есть изображение лиц, но категорически запрещено. Может быть, кто-то из вас обратил внимание, когда мы стояли перед дворцом, над дворцом царя Ирода Великого, там внизу была мозаика. Чисто геометрическая мозаика, никаких фигур там не было. А вот это, правда, немножко позже, это третьего века вилла. Вилла Римская, друзья. Стандартная абсолютно. И вот смотрите, полукрашен мозаикой. Здесь есть изображение человека, это жирно, это птиц. А вот это, наверное, отсюда выбегали лошади. Хотя, может быть, может быть, была конюшень, что дальше торец, стенка заканчивается. Вот, может, было что-то раньше там. Вот, и там какое-то окошко есть. Но я снимаю iPad в данном случае, и я не могу навести более близко. Не знаю, видно вам или нет. Но, во всяком случае, мы с вами побывали более 2000 лет назад. Тут люди строили. Как я всегда говорю, это значит, люди-созидатели. Слава им. Их давно уже никто не помнит. И рабы, которые строили, и прообразы инженеры, которые проектировали. И даже тот царь Ирод, который строил. За это ему честь и хвала. За то, что убивал, он плохой человек. Но кого он убивал, что он убивал, никто не помнит. А вот то, что построено, дошло до нас. Это урок нашим критикам в предыдущей нашей истории. 33 года правил Ирод. Уничтожил свою жену первую, хотя много раз женился. Казнил своих двух сыновей. Сравните теперь со Сталином, который взял страну и тоже сказал, что детей на фермерах не меняют. В этой арке и не собирались. Но в Митрух потуски изображали человеком, который убивает бука. Тавра Махева, ножом, вот так вот отвернувшись, он убивает бука. Бук умирает. Из живого мозга, так они считали, вырастает пшеница, от пшеницы делают хлоп. А из него крови. Растает виноград, а из винограда делают вино. То есть мы посмотрим с вами внимательно, там наверху мы с вами увидим люк. Две тысячи лет назад люк этот был открыт, и первый лишь солнце проникал в этот люк. Падал на камень, вон там, внизу. И на этом камне подавали хлоп и вино. Бог Митра один раз в год рождался, один раз в год умирал. Он умирал 22 июля, когда день начинает сокращаться. А рождался он умер и так далее. 22 декабря, когда день начинает увеличивать. когда ты сидел в этом году. Потому что франк, вон, который вы считали, выбор победы, он председал победу. Он нам обещал, с какой достойный. Куда бы вы ни поехали, в Грецию, в Египет, во все эти приморские, все эти земноморские страны, вы там увидите римские бани. Они везде стандартные, одинаковые. А вот здесь вот ванная комната. Здесь когда-то был дворец. И посмотрите, друзья, мы с вами видим бассейн. Мы с вами видим ванны. Две ванны. Они тоже были обнажены мрамором. А вот в этот бассейн, вот там женщина стоит, чуть-чуть дальше, там видно остатки трубы. Эта труба сделана из свинца. Синец вообще очень мягкий металл. И поэтому его очень широко использовали в Римской империи. Нельзя сказать, что римляне не знали, что свинец вреден. Они знали, только они не знали, насколько. Посмотрите, они делали свинцовые кубки. То есть они хранили воду, хранили вино в свинце. Они делали емкости, в которых хранили продукты питания. Вот мы на выходе. Заходишь в этот музей, в одни ворота, а выходишь в другие ворота. Вот так приближается завершение экскурсии. Продолжение следует...